Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. Наконец-то мы вернулись домой в Москву. Что-то очень устал в этой поездке и даже соскучился по Москве. Тут все так уже тепло, чистенько. В общем, все здорово. И, конечно, в этом видео будем говорить про итоги второго раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции. И поговорим про финал мечты, о котором я, ну, правда, честно скажу, мечтал. Потому что Авангард и Акбарс это всегда противостояние, которое приковывает внимание огромного количества болельщиков. Я уже жду вот эти все скандалы, которые у нас будут, особенно по судейским решениям. В общем, нас ждет реально кульминация, кульминация Востока. Кто-то один пойдет дальше, кто-то один окажется в финале. И, конечно, об этой серии тоже подробно поговорю в этом выпуске. Поэтому, если не сложно, то можешь прямо сейчас поставить паузу и прожать лайк этому выпуску. Это поможет его продвигать далее. Ну и, конечно, в самом начале хочу поблагодарить Континентальную хоккейную лигу за предоставленную студию, в которой мы здесь все сейчас и снимаем. И, конечно, букмекерскую компанию Фонбет за поддержку, за помощь, за поездки, за перелеты, за подарки, которые мы разыгрываем для вас. И, кстати, в самое ближайшее время тоже будут розыгрыши из Магнитогорска как раз. На заднем фоне, вы видите, у нас поменялась джерси. Это игровая форма Салавата Илаева. Получил ее в подарок, так что немножко поменяли декорации. Если кто-то из других клубов тоже смотрит, дарите. Буду с удовольствием менять их, потому что пока кроме Салаватовской у меня нет. Это прям реально оригинал. Ну и, конечно, если вы все еще по каким-то причинам не зарегистрированы на сайте или в приложении букмекерской компании Фонбет, то по ссылке в описании к этому видео со специальным промокодом ROMAHOCKCKEY это можно сделать, получить FreeBet2000 и поставить, например, на кого-нибудь из Акбарса или Авангарда на проход команды в финал Кубка Гагарина. И, в общем-то, еще более интересно, еще более пристально наблюдать за тем, как будет складываться эта игра. Вот, в общем-то, с началом, с приветствием, с официальной частью все закончено. И теперь можно переходить к обсуждению полуфиналов. И, знаете, все мы люди, нас очень много и у каждого из нас своя точка зрения. И я хочу сказать вам первое, самое важное, на что я больше всего обращаю внимание. Это то, что во втором раунде, то, что происходило во Владивостоке, то, что происходило в Нижнем Новгороде. Вообще, все, что происходило с болельщиками «Адмирала» и «Торпеда», это, конечно, что-то нереальное. В том смысле, что люди во Владивостоке болели в кинотеатрах ночами, сидели, смотрели хоккей, причем не только во Владивостоке. Какое единение было в Нижнем Новгороде. Люди смотрели в торговых центрах. И как много в этот момент людей были сосредоточены и объединены чем-то светлым, добрым. Потому что сам психоккей – это игра. И мы в последнее время все реже видим, когда нас что-то объединяет. Я очень люблю «Квартеты». У них есть разговорник. Может, не смотрели, на всяких площадках есть. Там Иви или Винк и так далее. В общем, там есть интересная мысль, что они говорят про то, что раньше и взрослые, и дети читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы. И когда ты что-то говорил, тебя всегда понимали. Вот мне кажется, что сейчас... И, кстати, они об этом тоже говорят, что сейчас все мы разделены между собой, потому что у одних одни интересы, у других другие. И вещей, которые реально бы объединяли, их чрезвычайно мало осталось. И вот как раз для меня это самая большая такая победа – хоккей. Потому что люди объединены были и «Адмиралом», и «Торпедо». И в этом своем стремлении, в этой своей любви к хоккею, в болении, они обретали таких, не знаю, соратников, что ли. В общем, и я для себя думал вообще, знаете, вот о чем? Думал, а представьте, вот «Адмирал» и «Торпедо» вышли бы в финал. Конец апреля, тепло. Я не знаю, просто мне кажется, весь город, все ближайшие города, я знаю, что вот Кстова есть в Нижнем, например, и там все бы просто сходили с ума от того, что происходит. Все были бы объединены хоккеем, все бы было пропитано хоккеем. Это были бы больные люди, но больные в смысле хоккея. И это, конечно, круто. И очень жаль, что на таком подъеме и «Адмирал», и «Торпедо» заканчивают сезон. Но я очень надеюсь, что то, что было достигнуто в этом, не уйдет просто так, и что в следующем сезоне все это вернется. Потому что вот эта культура боления, культура хоккея, она должна у нас продвигаться. Но опять, не буду сильно растекаться, это чисто мои такие мысли. Вот напишите, что вы по этому поводу думаете, и что вас больше всего удивляет, и вообще, как вам откликается то, что я сейчас сказал или нет. Теперь давайте все-таки к полуфинальным сериям. Начнем как раз с серии, где играл «Адмирал», про которую я уже много говорил. «Акбарс Адмирал». 4-2 по итогу. Я давал прогноз в этой серии на то, что будет 4-0. Мне казалось, что «Адмирал» устал, что «Акбарс» умеет найти ключики к Владивостоку, и Леонид Тамбиев ничего не сможет с этим сделать, потому что состав у «Акбарса» более мастеровитый, чем состав «Слават Юлаева». Но на деле получилось так, что «Адмирал» заставил команду «Зентулы Хайдяровича» Бельдинова дважды летать во Владивосток. Такая очень тяжелая получилась серия, но при всем при этом надо отметить, что «Адмирал» снова смог навязать свой хоккей. Они снова терпели, снова оборонялись. Ни разу не позволили «Акбарсу» их разгромить. Причем даже у «Славата» был матч 5-2, а у «Акбарса» не было таких счетов. Там максимум было 3-1. Причем вот эти вот игры первые, да, которые были в Казани, они прям были на тоненького. Я помню, я был в Питере, смотрел матч с «Каторпеда», и шла как раз вторая игра «Акбарса», и там Шипачев забил после отскока, после броска к «Горлицкому». И прямо так вот важная, важная это была победа. Если бы «Адмирал» смог зацепить пораньше вот этот свой первый матч, может быть, им было бы полегче. Но в любом случае Тамбиеву и его команде, его игрокам респект за сезон, очень приятно. Для меня вообще «Адмирал», так сказать, вот с самого начала я был в Сочи на турнире, я помню, как они там играли, и то, к чему они в итоге пришли, это невероятно. Если бы ко мне в Сочи кто-то подошел и сказал, что «Адмирал пройдет Салават в первом раунде» и будет с «Акбарсом», с таким крутым «Акбарсом», с таким «Акбарсом» наполненными звезд, будет так играть, я бы, конечно, в это не поверил. Но Тамбиев молодец. Конечно, уже сейчас пишут, что Шулак будет в авангарде, Криштоф уезжает в Сочи, то есть «Адмирал» не сможет сохранить свой состав. Но если останется Тамбиев, я думаю, это будет важной задачей для руководства «Адмирала», то, наверное, «Адмирал» сможет сколотить команду, потому что кто-то все равно останется. И вот этот опыт, который получен, я думаю, поможет им в будущем. Что касается Серебрякова, то по серии с Салаватом у Салавата было создано 15 XG, то есть ожидаемых голов, которые у финца должны были забросить, было 15. Я читал интервью Григория Панина, который сказал, что Салават насоздавал моментов на много-много матчей вперед, то это не так, потому что за 6 игр 15 XG – это не так много. Это даже не по 3 гола за игру. Но так вот, Салават в итоге забил 14 голов. То есть видите, да, 15 минус 14 – 1 гол. То есть, грубо говоря, Серебряков украл всего лишь одну шайбу. Что касается Ежова, то «Адмирал» в серии с Салаватом создал 11 XG, то есть должен был в серии забить 11 голов, но «Адмирал» тоже забил 14. Это значит, что Ежов не то чтобы украл голы у Салавата, он наоборот пропустил своих еще 3, которых не должно было быть, по идее, да, если обращаться к системе, к счетчику XG. И к чему я это все говорю? К тому, что в серии с Акбарсом Серебряков украл у Акбарса 7 голов. Можете себе представить? 7 шайб, и это очень много. Я вот специально для себя выписал. Серебряков действительно вот именно в серии с Акбарсом сыграл еще круче, еще лучше. Он и с Салаватом тащил, но там немножко статистику подпортила встреча как раз там 5 или 6-2, которая была второй в серии, когда много пропустила «Адмирал», но в остальном он реально закрывал, и было видно, как много, как часто хватали за голову и игроки, и болельщики Акбарса в серии с «Адмиралом». Но вот все равно казанцы смогли найти, нащупать какие-то свои вещи, и даже несмотря на то, что слетали дважды, все равно победили. Конечно, это заслуженно, бесспорно, но и «Адмирал» красавцы, они не так, чтобы спасали, как я ожидал, что будет 4-0. Но это, конечно, им памятник. Вот серьезно, ребят, столько летать, столько летать туда-обратно, и при этом находиться в такой форме, сохранять ясный ум, ясную голову, это здорово. Причем по началу серии говорили про судейство, и там действительно были определенные вопросы, но где-то начиная со второго матча, там вот где это все показывали, как били по рукам, я считаю, что в принципе более-менее уже стало. Но, опять же, для меня более-менее, потому что я привык к тому, что в Казани традиционно есть судейство, такое небольшое, домашнее. Ну, что есть, то есть. Акбарс, в общем, поздравляю с выходом в финал Востока. Это было прогнозируемо, ожидаемо. А Адмирал поздравляю с великолепным сезоном, и поздравляю, конечно, Акбарича. Теперь поговорим про серию, на которой я побывал. Побывал на двух матчах Магнитогорский. Впервые был в Магнитогорске, впервые был на арене Металлург, и получил, конечно, колоссальное удовольствие от работы. Причем только на втором матче меня увидели люди, которые знали меня по выступлению на конференции по маркетингу КХЛ еще в прошлом мае. И вот там девушка Татьяна, я уже говорил в видео об этом, она очень сильно помогла. Она сделала мне интервью с Мазякиным, с Платоновым, с Романом Канцеровым, который, кстати, мы почему-то не выложили до сих пор. И здорово было, реально. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Другое дело, что результат там подкачал, но Авангард сыграл прекрасно. Авангард сыграл прекрасно в матчах, которые были близки по счету и по интриге, там с овертаймами, с, помните, тот матч 4-3, когда в Омске вторая, когда 3-0 вели, потом 3-3. Вот эти все моменты Авангард победил. И, ребята, когда кто-то говорит мне, что Авангарду повезло, я вам хочу сразу ответить и сказать, а вы знаете, сколько времени Металлург по ходу этой серии вел в счете? Можете поставить паузу, написать в комментариях, я вам скажу, 75 секунд. 75 секунд всего лишь. То есть Авангард все время имел преимущество или по счету, или счет был равным. Соответственно, при такой модели игры и не нужно куда-то оголтело бежать вперед. Зачем? Если у тебя все получается, если у тебя хорошо играет вратарь, если хорошо играет оборона, если ты можешь найти свой момент в атаке или реализовать большинство в нужный момент, это не везение, это мастерство, это умение играть. 75 секунд. Камон, как это говорят. Авангард выиграл 8 матчей подряд, проиграв Сибири в первом, кстати, на котором я тоже был. 8 матчей подряд не выигрываются на везении. Что касается Сибири, там было то же самое. Там было то же самое, потому что Авангард либо большую часть времени ввел в счете, либо счет был равным. И они себя комфортно чувствовали даже на выезде. Наоборот, на выезде, мне кажется, этому Авангарду даже удобнее играть, потому что на них не давят трибуны, которые гонят их вперед. И они знают, они точно знают, у них есть опыт, у них есть топовые игроки, которые все равно найдут свой момент. Толчинский, Грицук, ну и первое звено там Найт. Причем Найт, это для меня вообще, я помните, перед началом сезона делал там топ-5 моих любимых игроков, и Найт был первым. Потому что, и как раз вот в таких моментах в плей-оффе это проявляется. Помните, по-моему, второй матч серии, когда Найт выиграл 4 вбрасывания подряд. Причем, не куда-то там выиграл, да, там такая борьба. Нет, он 4 выигрывает назад, Шеребзяна выкидывает, 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд, и все время, которое было у Магнитки для того, чтобы вернуться, оно все было сожжено человеком под номером 9. Это круто. Там есть травма у Киселевича, да, он не играл, то есть в этом тоже есть определенный ресурс у Авангарда, потому что, скорее всего, такое длинное есть сейчас восстановление, думаю, он придет в форму, и с Акбарсом будет играть, плюс Шеребзянов, да, вот эта травма такая вот в последних минутах, когда ему порезали руку, но тоже вроде говорили, что все в порядке, потому что Шарпи, это однозначно лидер духовный такой, да, без которого представить Авангард уже очень сложно. Хотя с такой фамилией, казалось бы, да, в серии с Акбарсом, татарин должен наоборот играть, или там, или в Химике, или в Акбарсе, но, видите, это капитан Авангарда. Что касается Магнитки, то, то, что я слышал, то, что я видел, и то, что мы видели с вами весь сезон, как помните, да, мы там ждали весь сезон, что они заиграют, видимо, все это логично, потому что состав очень сильный, хороший вратарь, Эдвард Паскуаре, да, Василий Кошечкин, вот эти моменты, когда он там катался по льду на этом, и махал болельщикам, это трогательно было, жаль, что это все смазано было такой печалью, с вылетом, и болельщики вот эти, которых там ОМОН вывел, и вот этот мат трехэтажный, которые кричали, все, ну, я понимаю болельщиков, понимаю, что в Магнитогорске очень важен хоккей, понимаю, насколько важен металлург, потому что вот, когда у тебя в городе есть что-то, там, хоккей, да, ты все равно на это обращаешь внимание, и для тебя это важно, то есть ты как бы присоединяешься к команде, и переживешь как бы жизнь команды, вот, и грустно, но все по делу, честно, я считаю, что металлург был какой-то несобранный, и эмоционально, вот мы смотрели, там тот же Яковлев, знаете, вот после окончания серии, даже так вот, когда я видел его, ну, такой он очень, такой вот эмоций нет, как будто, знаете, как будто они подавлены, я не знаю, что там происходит внутри, я знаю, что куча слухов ходит, но я надеюсь, что металлург в следующем сезоне будет другим, и самое главное, вот именно с эмоциональной точки зрения, потому что то, что сейчас читаем, говорят, что там целое будет, вообще смена курса, будут более дешевые игроки, будет меньше бюджета, ну, посмотрим, посмотрим, но в любом случае, это впервые в истории, металлург проиграл с таким счетом, 4-0, и авангард, авангарду можно респектануть за то, что они победили такого именитого соперника, победили вице-чемпиона, да, три матча, помните, смотрели, наверное, интервью с игроками, авангарда, которые говорят, да, там счет 4-0, но это было не так, каждый матч был сложным, да, но вот сухой остаток такой, что 4-0 в серии, и все забудут содержание этих матчей, ну, может быть, будем помнить, еще в следующем сезоне, а потом все равно будем говорить, авангард выиграл металлург 4-0, и на этом все, поэтому вот такая, такой полуфинал здесь, что касается, что касается предстоящего финала, то давайте потихонечку переходить к этому, но что самое важное, применительно к авангарду, опять же, да, касаясь темы XG, я об этом писал в пост в Телеграме, авангард за две серии с Сибирью и с магниткой забросил 30 шай, при этом XG у них 18,7, то есть, грубо говоря, система счетчик посчитал, что авангард должен был забить, ну, грубо говоря, там 19 шайб, они забили 30, представляете, если брать цифры Акбарса, то у них 32,4 XG и 33 заброшенных шайб, то есть, примерно то, что они создали, то они и забили, и это при том, что, помните, я вам говорил в начале, Серебряков 7 голов у Акбарса украл, какой делаете вывод из этого? Верно, вратари нефтехимика сыграли очень слабо, вратари нефтехимика не сыграли на том уровне, на котором сыграл Серебряков, понимаете, потому что вот этот 32,4 и 33, минус 7, про которое я говорил у Серебрякова, то есть, получается, что вратари нефтехимика на 7 голов пропустили больше, чем должны были в серии с Акбарсом, теперь, опять же, да, я считаю, я вообще вот в интервью говорю, если смотрите вратарям там, в ЖХЛ я тоже так говорю, вратарь играет огромную роль, и без вратаря ты не сможешь ничего выиграть, потому что, если он будет пускать, как пускал Ежов в овертайме, когда твоя команда там 3 минуты не выходит из зоны соперника, а потом тебе бросают, то все, вот, не буду ругать Ежов, я к нему замечательно отношусь, он классный вратарь, он хорошо провел регулярку, но, вот, честно, и на мой взгляд, очень многое в этой серии, в серии финала, да, уже все, переходим постепенно туда, будет решаться как раз в дуэли Белялов-Демченко, Белялов-Демченко, и это краеугольный камень, кто сколько сможет украсть матчи, украсть голов, кто сколько сможет, кто, как смогут, насколько устойчивыми будут вратари, вот это важно еще, потому что Демченко весь плей-офф провел очень ровно, да, там была одна шайба только от Сибири, которая там, по-моему, то ли с отрицательного угла, то ли что, а так, в целом, он очень надежно провел серию, если обращаться к моим друзьям из фон Бет, то коэффициенты, друзья мои, очень и очень интересные, и мне, интересно будет, насколько вы считаете, это справедливый расклад, потому что на победу, на проход далее, Акбарсу дают 1.55, на проход Авангарда в финал Кубка Гагарина дают 2.45, то есть, Акбарс является очевидным фаворитом, и это, конечно, удивляет. По моему мнению, где-то должно было быть примерно 1.7 на 2.3 в пользу Акбарса, поясню почему, потому что мне кажется, что глобально Белялов сильнее Демченко, потому что Белялов уже давно играет на таком уровне, Демченко вообще планировался там, как не основной вратарь, а Авангард весь сезон искал вратаря, и об этом говорили и писали все, но при этом Демченко, я к Василию хорошо отношусь, много раз его видел, я, кстати, с ним еще не записывал интервью, но Василий сыграл больше всех, Василий выручает, Василий в порядке, и вообще все это напоминает, как будто я смотрю «Врагу ворот» фильм, там тоже был Василий, но Демченко молодец, но в любом случае надо признать, что Металург был не в лучшем состоянии, и Сибирь тоже, да, она много создавала, Демченко тащил, но все-таки нападение Акбарса, это немножко другая задача, задача со звездочкой, как говорили в школе, но глобально, вот честно, по чесноку, как это говорят во дворах, я считаю, что Белялов посильнее, чуточку посильнее Демченко, Линия обороны, если мы берем линии, то Шарипзянов, Береглазов в полном порядке, мне нравится Чистяков, неплохо сыграл, можно сказать, серию с Металургом Витя Светберг, который забросил, и вообще вот эта вот фотография, она у меня стоит перед глазами, когда Светберг забил в третьем матче, и к нему подъехали его партнеры, там Ткачев, Толчинский, и он так их обнимает, и они на три головы ниже, чем он, такая какая-то отеческая фотка, прикольно. Светберг может чудить, и мы все это знаем, весь сезон за этим смотрим. Пайгин очень хорошо добавил вот эта победная шайба, кстати, мы были под трибуном помещении, и он проходит мимо, причем такой с голым торсом, я говорю, Зият, молодец, победа, с выходом в финал, и обычно я там игрокам что-то говорю, все просто мимо проходят, а Зият такой меня увидел, подошел, мы с ним даже поболтали, я говорю, ты молодец, какой гол в Сибири забил, значит, говорю, прямо из офиса фонбета, помните, да, валетчики Авангарда, как он отсюда так, пэм, и прямо в дальнюю девятку, он такой, точно. В общем, классный очень парень, и здорово, что Авангард на него поверил, потому что многие на него, на нем ставили крест, причем ставили крест на нем в Нижнем Новгороде, да, а у нас торпеда, обычно все, что делает, все хорошо, вот, но Авангард, и за это большой респект, я думаю, что тренерскому штабу, который поверил, который встроил Зията, да, он тоже иногда ошибается в обороне, но при этом он действует хорошо, полезно, приносит пользу, смотрите, голы важные забивает, но, при всем уважении, я считаю, что оборона Акбарса посильнее, оборона Акбарса посильнее, она поглубже, на мой взгляд, но она медленнее, вот такое вот у меня есть, ну, то есть опять, да, грубо говоря, если Белялов там 55 на 45 или 60 на 40, да, против Демченко, то и оборона Акбарса, мне кажется, она чуточку посильнее, но зато атака Авангарда, она быстрее и лучше чуточку, чем Акбарс, чем у Акбарса, потому что, ну, я уже говорил, да, про ребят этих, у Акбарса есть крутое звено, и оно мне очень нравится, это, конечно, такие, я не знаю, как их назвать, ну, прямо головорезы, можно, там, Радулов, Сафонов и Воронков, я вообще не представляю, что будет происходить, когда эти ребята будут выходить на лед, потому что, помните, вот эти все скандалы, когда Воронков толкал в открытую калитку Ковальчука, когда вот эти скандалы, потому что здесь будет Рубилово, вот настоящий, я прямо уже не знаю, как дождаться этой серии, но вот как это все можно прогнозировать, вообще не представляю, но я к тому, что такого уровня сопротивления, какое будет создавать Сафонов, Воронков, Радулов, у Авангарда не было, при всем уважении, потому что у этих ребят и силовая сумасшедшая, они здоровые лбы, они будут драться, втыкаться, бодаться, но при этом они еще и очень мастеровиты, там, у Радулова мастерство, ну, вагон и маленькая тележка, и, конечно, большинство, оно тоже будет иметь роль, то есть я говорю, что, на мой взгляд, вратарей защита чуть-чуть посильнее у Акбарса, нападение чуть посильнее и побыстрее у Авангарда, что касается большинства, я хочу сказать, что у Акбарса 12 заброшенных шайб в этом розыгрыше плей-офф, а у Авангарда, тадам, всего 7, всего 7, да, хотя мы все говорим, что у Авангарда лучшее большинство, но, на самом деле, у Авангарда оно действительно лучше, потому что у них было всего, 25 попыток, а у Акбарса 50, и откройте, вот не поленитесь, откройте сайт КХЛ, зайдите в графу статистика, выберите командные, выберите неравные составы большинство, нажмите попытки, и вы увидите, что там Акбарс 50, и все остальные далеко внизу, там, по-моему, 30 следующих, или 33 у кого-то было, нереальное количество большинства, еще я думаю так, что в этой серии 2-3, может даже 4 гола, если серия будет длинной, забьет Война. Почему я так думаю? Потому что Авангард очень хорошо умеет нейтрализовать, нейтрализовывать меньшинство, и в этой истории они прекрасно знают, насколько важен Шипачев, я абсолютно убежден, что много будет идти именно через Славу, и Слава будет отсюда от синие щелкать, и голы будут залетать оттуда, вот почему-то у меня такое мнение, у Авангарда, конечно, больше в этом смысле, больше, больше разнообразия, потому что у них есть Ткачев, у них есть Толчинский, который там в двух бригадах выходит, Толчинский может с этого левого края и сам бросить, Игорь Цуко отдать, Ткачев тоже, да, может там тянуть, тянуть вот эти вот их перебросы, шайбы, в общем, я предвкушаю реально, друзья, вот я вспоминаю эту серию 4-3, когда, помните, все выигрывали только в гостях, ну, я считаю, что это, и в принципе, это все подтверждают, что это одна из лучших серий в истории КХЛ, и вот у нас есть возможность увидеть вновь это, при этом еще более такие, есть яркие персонажи, да, например, там тот же Раду, потому что там у нас был Ковальчук в авангарде, здесь есть Раду в Акбарсе, и к нему можно по-разному тоже относиться, опять же, кто-то его ненавидит, кто-то любит, но то, как он горел в серии с Адмиралом, это было нереально, там даже Тамбиев сказал, я не знаю, знаете вы это или нет, но повторюсь, Тамбиев сказал, Радулова ненавидел я и вся команда, и когда такой игрок против тебя выходит, ты типа не можешь вообще его ненавидеть, ну, то есть, не ненавидеть, это такая ярость, и я тоже, я вот помните, Радулов когда забивал, он вот это показывал, когда буллит реализовал, в общем, здесь столько вообще мелочей растворенных вот там, и это, конечно, ну, чрезвычайно интересно, я прямо, стоило весь сезон работать ради того, чтобы увидеть эту серию, я пока не знаю, смогу ли поехать в Казань, но очень хочу, и вживую на это все посмотреть, причем хочу отказаться от привычных своих видосов, хочу просто после игры вот сказать и записать чисто свое мнение, чтобы не тратить кучу времени на монтаж, не бегать там, что-то суетиться там, потому что тоже хочу просто посмотреть вот этот топовый хоккей, друзья. Ну, и, конечно, знаю, знаю, друзья, что ждете от меня какого-то прогноза, мое мнение такое, что 4-2, ну, или 4-3 в пользу Акбарса. Я понимаю, насколько круто было бы, если бы Авангард в первый сезон после возвращения в Омск попал в финал Кубка Гагарина, G-Drive Arena, сумасшедший город, вот это то, что я говорил, там все тоже будут болеть хоккеем, будет уже тепло, а Омск вообще, по-моему, самый солнечный город вообще в России, ну, или как минимум город, в котором я когда-либо бывал, потому что какой бы день ни был, там всегда солнце, и это, конечно, здорово, а мячи вам повезло. Но все-таки Акбарсу очень нужно, они очень настроены, и вот эти все серии, три подряд серии Авангард выигрывает Акбарс. Помните, 4-0, когда Беллилидинова уволили, когда Харка его обыграл, там Шумаков Лакросса забивал. Потом вот эта фееричная серия 4-3, и в прошлом сезоне тоже 3-0 было в серии, потом 3-2 и 4-2 Авангард пошел дальше. В принципе, для меня глобально и тот, и другой вариант выигрышный. Даже Авангард более выигрышный, потому что там Bookmaker, Фонбет, то есть какие-то могут быть интеграции, в которых я тоже могу поучаствовать. Но я думаю, что все-таки Акбарс, я думаю, что они смогут навязать свой хоккей, смогут оказать такое давление на Авангард, который не сможет. Но я думаю, что Авангарду даже удобнее. Видите, даже букмекеры их оценивают ниже. Я думаю, что Авангарду в текущей ситуации даже удобнее, что они не фавориты и они вообще из таких ситуаций всегда выиграют. Помните, когда был финал с ЦСКА, на них тоже никто не ставил. Но я надеюсь, что вы это, болельщики Авангарда, вы воспримете это без оскорблений в мой адрес. Но это просто моя точка зрения, то, что я чувствую. При этом я к Авангарду отношусь замечательно и, в общем-то, ну и вы это знаете. Ну, Акбарс тоже, честно, жалко. Столько сезонов подряд они вылетают от Авангарда уже пора, наверное. Ну и еще все-таки у меня есть вот такая мысль, крамольная, может быть, тоже неправильная. Но Радулов, Шипачев, это такие Войнов, да, тоже Войнов тоже стареет. Я переживаю, что Радулов и Шипачев в следующем сезоне станут, ну, уже не смогут показать такой уровень. Поэтому, возможно, мы видим, как, знаете, вот песни, там, даже кумиры уходят со сцены. Вот, для меня Радулов, он это явление и было бы интересно посмотреть на него в финале Кубка Гагарина. Вот, но у Авангарда тоже, да, мы понимаем все, что они не смогут сохранить этот великолепный состав. Вот эти две тройки первые. То есть, Протхерс, Толчинский, Грицук, Ткачев, Бушенайт, потому что очень много игроков, я об этом все время говорил, идут на повышение и, скорее всего, не получится сохранить это. Поэтому у этого нападения тоже есть шанс. То есть, мы увидим реально крутейшее противостояние и, в принципе, я буду доволен. Мне главное, чтобы это была длинная серия. Пусть будет 7 матчей, пусть победит, как говорится, сильнейший, но я, вот учитывая, что мне надо сделать свой прогноз, я все-таки ставлю 4-2 в пользу Акбарса в этой серии, а там будь что будет. Вы же свое мнение по поводу серии обязательно напишите в комментариях. Знаю, что мне многие писали про судейство, я пока ничего не могу сказать, но я точно вам гарантирую, что будут скандалы, будут невероятные, значит, невероятное количество говна в комментариях везде. Я не удивлюсь, если я даже комментарии закрою когда-нибудь в Телеграме. Ну, а вы, друзья, обязательно переходите по ссылке в закрепленном комментарии в Телеграм-канал, подписывайтесь, будем за всеми сериями следить, будем общаться. Завтра, точнее, ну, я не знаю, когда видео выйдет, но, короче, будет еще 7-й матч ЦСКА-Локомотив, после этого запишу на финал Запада свой прогноз, свои мысли. В общем, еще раз, да, повторю, это такой формат, где я не эксперт, я вообще не претендую на это, друзья, я просто люблю хоккей, высказываю свою точку зрения ровно так, как если бы мы с вами сидели, пили чай или пошли бы в Макдональдс и поели бы что-нибудь. Поэтому, вот, не забывайте про это, давайте общаться, пишите комментарии, давайте без оскорблений только, ну, вот, что есть, то есть, посмотрим. Я просто, честно скажу, предвкушаю и очень жду эту серию, потому что из-за Адмирала я ждал, что будет крутая серия Авангард Целоват в плане медиа, в плане просмотров, потому что для меня это тоже важно, но, видите, не получилось, но сейчас Акбар с Авангард это то, чего я реально ждал весь сезон и у меня будет возможность, возможно, посмотреть матчи вживую этой серии, так что я кайфую. Вы знаете, вы со мной много прошли этих серий, я говорю, там и в том сезоне, и в позапрошлом сезоне, так что снова будем вместе, будем болеть и любить хоккей. Вот, кстати, если кто-то досмотрел до конца, значит, наверняка следили и в телеге за мной, у меня был сломан телефон, вчера я его сдал, мне сказали, диагностику надо провести, что якобы я виноват, я его ударил, хотя я говорил, что это, ну, вообще не так, в итоге диагностику сказали, что будет долго, мне вернули деньги, я вот заказал себе новый телефон, так что теперь я снова на связи, правда, резервной копии восстановить не получилось, только с 2021 года, с января аж, но главное, что телефон есть, так что можете мне тоже писать. В общем, все, не забывайте, друзья, что у вас роман с хоккеем, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин